Доброго дня! Сегодня понеделок, 6-го. Завтра сёма, завтра первый день работы Верховной Рады. Я хочу, прежде чем рассказать, что я думаю про дело старшего солдата Калмогорова. Я только что был у него на суде, объявили перерыв. Будет вторая часть. Хочу сделать несколько небольших объявлений, касаемых завтрашнего числа. Первое. Завтра хлопцы с руху вызвания не проводят никаких заходов и будут забеспечивать обеспеку тех гражданских, которые протестуют против топ-коррупции Украины. Мы не планируем осуществлять штурмы Верховной Рады, какие-то кидания чего-то и так далее. Хочу сказать, что сегодня мне стало известно, что якобы от имени Донбасса, якобы от моего имени по Киеву набирают людей, якобы для штурма завтра Верховной Рады, кидания фаеров и прочее. Я прошу не путать нас со всякими любителями подобных вещей. Гоните сразу. Донбасс, и тем более я, никого не посылал. Это провокаторы АМВД или СБУ. Я, в принципе, сказать вам не могу. Поэтому, если к вам придут такие люди, там фанатские средовища, чьи инши, будь ласка, зателефонуйте или напишите мне в личку. Вышли людей, задержим, опросим. От чьего имени они занимаются провокациями. Второе объявление. Здесь опять шизофреническое окружение министра внутренних дел анонсирует на сегодняшнюю ночь поджоги палаток, анонсирует якобы выстрелы, еще там что-то, что якобы Саакашвили собирается тут делать ради того, чтобы там пропиариться. Я в этом вижу небеспеку. Мы будем на чеку. Если сюда придут какие-то тетушки, которые забыли, что они сидели под нарами, когда мы с хлопцами в 14-м и хлопцы в 15-м, в 16-м году воевали, ну, напомним, если кто-то будет здесь нарушать закон, пытаться атаковать людей, пытаться их избивать, повыдергивают ноги. Этим все и закончится. Поэтому мы никаких штурмов назад не планируем. Наоборот, мы считаем, что не надо штурмовать никакие сейчас будыли. Нам треба их чистить. А для этого у нас, да, доброго дня. Для этого у нас есть все возможности. Теперь по поводу дела солдата Калмогорова. Был только что на первом заседании. Значит, ну, защита четко обосновала, что пограничника нужно отпускать. Напоминаю, дело сентябрь 2014 года. Только-только шел наступ под Иловайском. Человеку дают команду, он, будучи в наряде, вооруженным, машину проверить, зупы ныть. В результате по машине осуществляются выстрелы. Есть информация о том, что машина мигала. То есть, поэтому ее, я так понимаю, хотели проверить. То есть, сигнализировала кому-то. Значит, кто стрелял, непонятно. Экспертиза об этом точного ответа не дает. Один человек гибнет в машине. Второй, я так понимаю, из материалов прессы в России находится. И человеку, пограничнику, дают 13 лет лишения свободы. На что обратила внимание защита. Ну, там кричал Матиос, Луценко, что на самом деле вы не знакомы с делом. Мы познакомились. В прошлый раз не смогли познакомиться, потому что не было военных прокуроров. Сейчас они пришли. И первое, стреляло как минимум 5 человек. Ну, в связи, показания говорят, что 9. Ни командиру, отдавшему приказ, ни другим солдатам ничего не было. Следовательно, все эти действия были признаки законным. На ком основании привлекает к ответственности Калмогорова, никто, ни защита, ни те, кто пришел это послушать, понять не могут. Второе, тот бред, что несут военные прокуроры, а именно, что можно зупыныть машину и проверить, если она несется на полном ходу на тебя, а он стоял, а не стоял, наряда как раз на обочине. Ну, это не просто бред. Так как 13 лет дали солдату за выполнение приказа, это фактически саботаж, я считаю, что это подыгрывание Путину. Потому что сейчас каждый солдат теперь будет думать, выполнять ему приказ или нет, пасает его или нет. Вспомните Одессу, когда захватывали военный аэродром совсем недавно. За что сейчас солдатам предъявляют претензии, обвинения командируют, что они не открыли огонь? Так они смотрели на дело Калмогорова. Почему ж это и важно? Это дело не просто одного человека, это дело, касающееся каждого, кто когда-либо воевал или будет воевать сейчас в нашей стране. Следующее. Прокуроры заявили о том, что Мариуполь – это глухой тыл, и там ничего не происходит. Напоминаю этим, блять, тварям, которые понакупали УБД в Краматорске, и теперь УБДшников больше, чем людей, которые воевали, что у нас убивают людей в Киеве, что в Мариуполе падали грады, что это было через месяц, даже меньше, чем через месяц, после вторжения под Иловайском, что там тоже постоянно убивают людей, что в Широкино она находится совсем поруч. Какая еще Мариуполь – тыловая зона? Кто это вызначил? Поэтому якобы не имел права доброго дня, не имел права Калмогоров стрелять. Бред сивой кобылы. В итоге, что я вижу, суд Мариуполя Донецкой области и следующая инстанция, Донецкий суд, сляпало дело, вместе с Матиосом закрыло его, осудило человека, и теперь каждый наш солдат и офицер, когда ему будут давать команду стрелять, он будет думать, а не посадят ли меня. И такой точке тогда дает Путин, одному Богу известно. Хочу сказать, что не понимаю, какого черта туда пришли депутаты, отправящие коалиции. Какого черта туда пришел помощник министра Шкиря, которого, кстати, засвистали и пинками выгнали из-под зала суда. Мусора, 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 мусора! Мусора, мусора, мусора! Мусор не хочет? Сейчас мусор не хочет? Пойдём! Мусорник! Мори, не косуй! Тихо! Тихо! Вот такую демократия! Смотри, что ты делаешь! Я не колысь против! Да что ты говоришь? Мусор не хочет? Да где мусор? Разрешите? Да! Да что ты опять петрано? Да что ты! Да все! Да все! Да твою демократия! Отпусти его, охуеть! А на ебаный! Без конфликтов! Да вы нахер всюду! Без конфликтов! Вымеси его нахер! Без конфликтов! Стой! Без конфликтов! 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 Их работа в засаде наших лошадей. Мы сдали нас права. Миллиарды восхищаются. Не трогай его. А ну-ка, давай-ка, уйдем. Давай-ка, уйдем, уйдем. Не тройте, не тройте. Уйдем, давай отсюда. А ну-ка, уйдем, уйдем. Они назначали этого генерального прокурора. Они назначали прошлого генерального прокурора. Они назначали этого руководителя СБУ. Они назначали этого министра внутренних дел. Они все валили наши инициативы по признанию войны войной. Окупованные территории оккупованы. Как можно судить человека за законами мирного времени, по инструкциям мирного времени, в то время, когда идет война. И эти депутаты, которые назначили тех должностных лиц, которые творят беспредел и садят всех, кроме сепаратистов, садят патриотов, садят солдат. Все эти лица, которые специально сделали так, чтобы у нас не война была, а согласно хотелкам Порошенко можно было бы торговать с агрессором АТО. Все эти лица, которые видят топ-коррупцию, которая происходит каждый день. Которые ничего не делают для того, чтобы наказать людей, из-за которых взрываются военные склады. Возникают котлы. Они сидят и корчат лицо, что они тоже сочувствуют, что они тоже за, что они тоже поддерживают солдат. И я не удивляюсь, почему потом им надают копняков на выходе. Им кричат гоньба. Это элементарное, что могут сказать избиратели подобным депутатам. Теперь обидели перерыв до 14.30. Сейчас мы собираемся там опять и послушаем, что скажет суд. Я считаю, что суд должен показать, что существует в стране хотя бы одна инстанция, которая становится на захист солдат. Потому что если он этого не сделает, суд для меня этот будет тоже нелегитимным. А самое главное, ну я думаю, это они переживут, он будет нелегитимным для тех хлопцев, которые защищают и защищали Украину. Потому что если вот так с ними будут обращаться героям славы, то будет возникать вопрос, а кого они защищают. Я рад, что много людей под залом суда, мы пришли там порядка 60 человек, так званые агенты Кремля, из-под Верховной Рады. Сейчас возвращаемся опять. Надеюсь, что правда восторжествует. Еще раз пользуюсь случаем, если сегодня в какое-то средовище ветеранское или в какую-то фанатскую организацию придут люди, представляющиеся Донбассом или от меня, набирая кого-то на штурм Верховной Рады, набирая кому-то на кидание фаеров, на провокации, либо гоните пинками, либо напишите им им личку, мы вышли в группу, задержим. Завтра никаких штурмов мы не планируем, мы вообще категорически против любых переворотов в воюющей стране, да они и не нужны. И поэтому четко и написали. Друзья, в 14.30 возвращаемся к делу старшего солдата Калмогорова. Есть надежда, что из-за общественного резонанса это дело будет решено в пользу защитника Украины. Слава Украине!